Всем привет, дорогие мои зрители! Опять вместе мы с вами собрались в нашем клубе и будем делать обзорчик уже на Самвела Адамяна. Называется он видеоролик у Севки. Приехал к сестричке в Запорожье, да, в гости. Я так понимаю, что Коля вез свою маму Свету к врачу сегодня четверг, как и запланировано было, и заодно захватили Самвела. Поехали, он проведает Иру. Побудет сестричкой, почему бы и нет. В самом начале видео мы видим, Севка хвастается своими кроссовочками. Беленькие, новенькие. Очень он хотел, где-то там специально заказывал, показал примерочку свою. Томасик бедненький бегает, круги нарезает, как обычно просит кушать. Но Самвел уезжает, говорит, говорит, он никогда у меня, Томас, не остается голодным. Еда всегда в доступе, девочки, и я здесь спешу возразить. Никогда в доступе у Томаса я не вижу никакой еды. Вечно пустые плошки. Кот голоден всегда. Кинул, вы видели ему, да, совсем кусочек, щепоточку этого фарша, котлетки, как он называет, бросил ему. Вся остальная котлета осталась на столе, но она открыта. И я надеюсь, Томас, очень умный кот, найдет, конечно же, и сверху на столешнице эту котлетку. Ну, Самвел поехал. Ехали, значит, рассматривали там мосты, строятся уже новые, реставрация проходит, все замечательно, реконструкция. Света, Коля, Самвел приехали в Запорожье, по пути заезжали в магазины, в детский и цветочный, накупили там родику подарков, игрушек. И в цветочном магазине, Сева сказал, что это Ванин магазин, мы помним, да, парня молодого, цветочника, от Самвела кто, 10% скидка, девочки. Проверили сейчас Коля со Светой, правда, не сказали, действенно ли она эта скидка. Выбрала Света для Иры цветок, я тоже не знаю, как он называется, такие ярко-розовые, такие на халу похожи цветочки. Ну, посмотрим, Ира говорила, что у неё таких было пару штук, но они почему-то не приживаются. Ну, дай бог, с лёгкой светиной руки всё будет хорошо. Приехали девочки. Света впервые у Иры в квартире. Мне очень понравилось приветствие. Ну, давайте будем целоваться, сказала Ира. Вот они целуются смачно, просто со всеми, не разбирая. Ребята, коронавирус, ковид по всему миру. Тем более, у нас третья волна. В Днепре красная зона. Я не знаю, люди ничего не боятся. Ребят, ничего не страшно. Лобызаются прямо по три раза. Каждого Ира всех перецеловала. И слышим, что сейчас Диана приведёт родика. Ну, как-то бабушке Ире нужно быть немножко так поаккуратнее и поосторожной. Я бы не стала рисковать, честное слово. Девочки, зашли в квартиру, как всегда. Квартира светлая, красивая, солнцем залитая. Всё беленькое, кремовое, сливочное. Мне очень нравится, я хочу сказать, Ирина квартира. Ира тоже замечательно выглядит в модном халатике. Босичком. Я, честно, всегда, когда смотрю на её ноги, мне холодно. Плитка, кафель, холодно. Ну, может, там тёплый, кстати, пол. Никогда не слышала, они не говорили. Ира всегда босиком. Халатик классный, мне тоже очень понравился. Света посмотрела, походила, говорит, что картина Севы, которая висит на стене у Ирины над креслом, очень к месту. Как будто тут и должна она быть, да? Мне тоже неплохо смотрится, замечательно вписалась в такой интерьер, хотя я была удивлена. Девочки, отдельной строкой нужно сказать, как Ира приготовилась встречать гостей. Ей нужно было бежать за родиком, я так понимаю, в детский сад. И совершенно немного оставалось у неё времени, потому что Сева, когда позвонил, сказал, что вот мы едем, а к врачу на полшестого. Ира говорит, полпятого на часах, полшестого уже к врачу, куда мне бежать, я не знаю, да, хоть разорвись. И послала Диану за родиком, а сама, значит, всё готовкой занималась. Ребят, надо отдать должное, кто бы как, кому не относился. Есть у нас какие-то вподобания, как говорится на украинском языке, да? Кого-то мы больше любим, кого-то меньше или ненавидим, или испытываем какие-то особенные эмоции и чувства по отношению к разным людям. Мы все разные, и это нормально. Но, про Иру. Всегда дом полная чаша. И я очень, как бы, хочу сказать добрые слова в адресе Риды. Она действительно хозяйка. Но хозяйка, не отнимешь ничего здесь, я думаю, никто не сможет возразить. Вы вообще видели, просто покормить людей там на каких-то полчаса или час времени, они побудут в доме у Иры, сколько она наготовила. Салатик свеженький с молодой капустой я увидела. И вермишельку с рисом по-турецки я увидела. И мясо какое-то верчёное, крученок и какие-то запечённые, очень красивое, мы тоже видели. И постные голубцы с перчиком стушила. Мы видели, да, этот казан или кастрюля такая большая, очень красивая. Какие-то слоечки, она с фруктами, может быть, мороженными или ягодами. Может быть, даже варенье, я не знаю. Но мне показалось, там и красные, и чёрные ягоды запекла. Девочки, ну, о лепёшке, кстати, нужно ещё сказать. Она говорит, что шпината, по-моему, лепёшки, да. И с картошки. Вот что бы мне очень хотелось попробовать, так эти лепёшки. Когда Самвел их брал, и вот они рвали эти лепёшки, Света, Коля, я просто так наслаждалась. Честно, очень мне хотелось бы их попробовать. Классные. И я, честно признаюсь, девочки, я никогда такие не готовила. Я не встречала таких рецептов. Может быть, Ира поделится, Самвел нам расскажет. Было бы очень интересно. Молодец. Как хозяйка замечательная. Она, ну, больше текста, как бы. Я очень много его говорю, этого текста. Но хочется сказать всё больше и больше лестных слов в её адрес по этому поводу. Ира спрашивает у Самвела. Интересуется, а что вы мамку не взяли? Мамку, мамку не взяли, девочки. Сидит дома, севка злой, говорит, мамка твоя, сына, дома наказанная. Ну, наказанная, наказанная. И Ира говорит, что я с ней разговаривала, с Васильевной. Она мне ничего не сказала. Вот, а Эдику она жаловалась. Вот только вопрос, откуда Ира знает, что мать жаловалась Эдику. И тут же она говорит, что Эдик, говорит, обрывал мне телефон. Но я не могла ответить, была занята. Но если не разговаривала с Эдиком, тогда откуда же ты знаешь? Ну, может быть, так, догадки какие-то, да, что мать там Эдику что-то в уши вливала. Ребят, мы с вами всё равно всё узнаем. Будет время, всему своё это время. И мы всё равно всё узнаем. Севка нам всё расскажет. Но мне очень интересно, правда, что ж там преподносилось Эдику и в каком контексте про этот скандал на Игрине. Света, я так понимаю, она пришла, там было у неё много пакетов. Она купила подарки и прозвучала. Она говорит, что, ну, всё-таки первый раз я пришла в дом. Ну, и как принято с подарками. Цежный шубечка. Это нормальные люди. Краем глаза я увидела. Почему-то Самвел не стал снимать. Мне так показалось. Какие-то там розеточки, пиалочки или что из богемского стекла. Девочки, но я еле-еле заметила этот золотой ободок с рисунком. Обычно это вот в богемском стекле так его украшают. Но точно ничего не могу сказать. Не знаю. Света говорит, подмороженое. Можно не только подмороженое. Можно порционно сейчас делают эти зелёные модные салаты со всякими ягодами. Даже овощами. Ну, всё, что угодно. Очень приятный, конечно же, подарочек. Там Света, я так поняла, ещё что-то покупала. Но Самвел нам не показал. Потому что Коля тоже снимает видео. И если мама Колина, то Коля и выложит у себя влог. А мы с вами у Коли всё увидим. Посмотрим. Вот. И будет нам тоже очень интересно. Сева этот момент нам не показывал. Ребят, сели за стол все. Будут трапезничать. Потому что впереди ещё у Коли с Светой поездка к врачу. Врач будет смотреть, что он там скажет. Какой вынесет вердикт. Я очень жду этого заключительного слова врача. Ну, честно сказать, мне Свету жалко. Ну, молодая очень женщина. И, ну, такая болячка. Ноги должны быть здоровые. Тем более, у неё вес немаленький, приличный. С этим что-то, конечно же, нужно делать. На этом видео закончилось. И мой обзор тоже подошёл к концу, девочки. С вами надолго не прощаюсь. Да, будем дальше обозревать, смотреть у Коли на канале. Он нам что-то тоже, думаю, расскажет. Будем узнавать все новости и с вами общаться. Пишите комменты. Не забывайте про пальчики. А новенькие зрители подписывайтесь. Не стесняйтесь на канал. Всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok